Дайте себе возможность прожить опыт счастливого дня рождения. Никто не сделает лучше меня. Ну так невозможно. Появилось понимание, от чего вы всю жизнь бежали? Я сейчас плакать нечего, если начну об этом говорить. Нет, дорогая, неудобно говорить. Ну, начинается запись программы сейчас. Нет, буду поздно. Вечером совещание, так что не жди меня. Все, пока. Казалось бы, хорошо зарабатывать и строить карьеру – это нормально. Но что, если в попытках заработать на жизнь эта самая жизнь проходит мимо? Сегодня будем разбираться вместе с экспертами. Тема программы «Я много работаю». Почему так сложно избавиться от вредной привычки и какие могут быть последствия? В студии проекта «Это нормально» мы исследуем причины, из-за которых по себе так ведем. И главное – наши эксперты расскажут, что с этим делать. Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать угрызение совести из-за того, что вы слишком любите свою работу и отдаете ей слишком много времени? Гостья нашей студии Ксения из-за этого постоянно страдает. Ксения Акентьева. Мама-праздник. Редко бывает дома, потому что руководит бизнесом и занимается организацией торжеств. Ксения, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите нам, сколько лет вы занимаетесь уже организацией праздников? Моя деятельность именно организации мероприятий началась 14 лет назад. И всегда работали 24 на 7? Я жила на работе. А в декрете было? Нет. Нет? Нет. Я родила, и через 2 месяца я уже была на мероприятии, очень масштабном. Было очень большое количество людей. Муж привозил мне малышку, передавал ее через забор, потому что была перекрыта территория. Я ее кормила в подсобке, относила обратно, и не уезжали. То есть ей было 2 месяца. Поэтому не было декрета. Я через 7 дней пришла на свадебную выставку, держа ее в люльке. И все, когда меня увидели, говорят, подожди, не поняли. Ты же... Я говорю, да, вот она. То есть для людей было это непонятно, а я не потеряла времени нисколько. Я даже во время того, как первые полторы недели находилась дома и наслаждалась материнством, я не вылазила с телефона, потому что звонки были просто бесконечные. А будет в этом году? А будете ли вы в этом году? Ну, как-то... Честно говоря, за 14 лет пыталась 4 раза бросить эту деятельность. Думаю, буду как нормальные люди, от звонка до звонка, там, с 9 или там до скольки... Со скольки люди работают? То есть с 9 утра, там, до 6. Думаю, все, в 6 часов забрала ребенка в садик, все, пришли, мы дома. Пробовала. Не выходит. А тогда было чувство вины перед ребенком? Когда именно? Ну, когда она была совсем маленькая. Нет, потому что был супруг, и он заменял мое внимание, да, то есть когда мама работала, папа был рядом. Тогда, ну, оно, может быть, и было чувство вины, но оно было такое, то есть я же зарабатываю, как бы с ней же кто-то находится, родной, близкий, а вот после ухода супруга, конечно, все, все поменялось, все кардинально изменилось. Вот началось, наверное, это вот 2-3 года назад. Вот, как-то так. Ну, сегодня будем с этим разбираться. В чем причины трудоголизма и возможно ли совмещать воспитание ребенка и строительство успешного бизнеса, помогут разобраться наши эксперты. Давайте для начала обсудим эту проблему с психологом. Юлия Избышева, психолог. Не сомневается, что трудоголизм – это зависимость, хоть и социально одобряемая. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите нам, пожалуйста, почему у человека возникает такое желание жить прямо на работе? Причины могут быть разные абсолютно, и они могут быть не связаны с тратоголизмом как таковым, потому что это может быть осознанный выбор человека в какой-то момент. Допустим, человек, он просто является таким трудовым энтузиастом, ему действительно нравится процесс работы, его действительно от работы, ну вот то, что говорят, прет. Его вдохновляет сам процесс, результат. И он осознанно выбирает этот путь. Но у Ксении мы видим немножко другое. До какого-то момента она действительно была трудовым вот таким вот энтузиастом. Но сейчас это больше похоже действительно на некую зависимость и на некую такую подмену. Где проходит та самая грань, которая разделяет любовь и зависимость? Наверное, эта грань пролегает там, где человек начинает ощущать, что работа вытягивает ресурсы из остальных сфер его жизни. То есть тогда, когда ни времени, ни сил не остается ни на что другое, кроме работы. То есть в этот момент уже нужно задуматься о том, что это не просто любовь? Да, безусловно. Прежде чем найти причину трудоголизма гостей нашей студии, предлагаю посмотреть небольшой сюжет о Ксении. Пятилетняя София еще спит, когда мама уходит на работу. И уже будет спать, когда она вернется. Они чаще говорят по телефону, чем видятся. Я беру в руки телефон, а там пропущены звонки. Ну, как бы в течение работы я могу посмотреть, там кому-то ответить. И, наверное, звонков 13 было от мамы. Но это звонила дочь. Она научилась писать. И она иногда пишет. Мам, я соскучилась, когда ты приедешь домой. Ксения – организатор мероприятий и постоянно находится на чужом празднике жизни. Самой же ей не до веселья. Она, как заведенная, работает без перерывов и выходных, спит по 5-6 часов и не бывает в отпуске. Софа один раз задала мне вопрос. Мам, почему в сутках 24 часа? Я говорю, у меня тот же самый вопрос. Еще у меня, почему две руки у нас, а не четыре. Вот, поэтому не знаю, как с этой проблемой можно справиться. Мама с папой обижаются. Лето. Они едут отдыхать. Алтай. Там, я не знаю, природа. Я с ними не езжу уже 3 года никуда. Не потому, что я там этого не хочу. Просто это не могу. Она с ними всегда дочь. И пишет мне, мама, у нас все хорошо. Здесь комары. Тут все хорошо. Шашлыки там, маршмеллоу жарим. Конечно, мне хочется. Вот. Как с этим бороться? Ну, я не знаю. Кажется, все идеально. Собственное успешное дело, достойный доход и яркая, насыщенная жизнь. Прям мечта для некоторых. Но не для Ксении. Ей этого мало. Она собой недовольна. В то время, как она становится крупным игроком в бизнесе, у нее развивается комплекс плохой матери. Был момент, когда я приезжаю домой, смотрю на нее, такое ощущение, что она выросла. Ну, то есть, прям вот реально такой какой-то момент. Мне говорят, дети чужие быстро растут. Я говорю, так вы посмотрите, как наши растут. То есть, свой ребенок. Я приезжаю, говорю, Соф, это что-то такая взрослая. Это скачок такой или как-то правильно назвать. То есть, она очень быстро выросла. Именно превратилась из маленькой девчонки уже такую прям леди. Я прихожу, она уже что-то знает. Я прихожу, она выучила песню. Я прихожу, она уже знает, рассказывает мне про эти Афеливы башни, про какие-то, не знаю, там, пирамиды. То есть, мне порой становится даже не по себе. Как это так? То есть, я мама, но почему-то я даже не знаю, когда мой ребенок какие-то такие вещи в жизни, в принципе, узнает. То есть, я в ее возрасте сидела и ела песок в песочнице. А она в этом возрасте знает, где тут Марс, из чего он состоит, какого он цвета, вообще солнечные системы и так далее. То есть, для меня это было сначала, конечно, какая молодец. Потом для меня было дико, что, значит, это время посвятила ей не я, а посвятила, наверное, бабушка. Возможно, телевизор, да. Но как иначе? Масштабирование и развитие бизнеса требует времени. От Ксении зависит большой штат людей. Кроме того, она единственный кормилец в семье. У меня стоит цель. За два года закрыть ипотеку и полноценно подарить все внимание ребенку. И мы с ней на эту тему разговаривали. Я говорила, Софа, придется чуть-чуть потерпеть, чтобы я до финала довела тот момент, который мы с тобой очень долго ждали. Это наш дом. Она согласилась. Она сказала, хорошо, я буду ждать. Я боюсь ее опять обмануть. Вот так. То есть, я когда-то ее уже обманула по поводу того, что папа у нее супергерой, хотя я его таким и считаю до сих пор. Я боюсь, что я ей пообещала, что чуть-чуть времени я буду проводить с тобой время больше. Но я карьерист по жизни. Я не смогу без работы. И я это прекрасно понимаю, что в какой-то момент она может сказать, да тебе работа была важнее. Для меня работа на первом месте. А хочется, чтобы на первом месте был ребенок. Ксения чувствует себя в тупике и не знает, что с этим делать. Как найти баланс между работой и семьей? Амбициями и долгом? Мечтами и обязанностями? Работой и любовью? Как сделать верный выбор и избавиться от постоянного чувства вины? Ксения надеется найти ответы на эти вопросы. И не подвести дочь. Юлия, есть какие-то вопросы Ксении после сюжета? А дочь, она вообще как часто говорит о том, что мне не хватает твоего внимания, мамочка. Я хочу быть с тобой в этот момент. То есть это какие-то ситуативные вещи? Или это прям какой-то фоновый процесс в вашей жизни? Чем старше становится, тем больше ей хочется проводить время со мной. Вот, наверное, за последние полтора года она стала очень часто задавать мне этот вопрос. А ты сегодня на работу? А ты сегодня во сколько будешь? А я тебя буду ждать. И были моменты в этом году, которые меня до боли тронули, когда я звоню, мама говорит, она не спит. Я понимаю, что у меня затягивается мероприятие, что я не могу его покинуть сейчас и приехать. Я приезжаю, она вот в том положении, как сидела, меня ждала, ребенок засыпает. И, конечно, я как мама понимаю, что это, ну, в первую очередь, моя ошибка. И вот еще одна единственная проблема, наверное, которая меня сейчас сильно беспокоит. Я, когда прихожу, я пытаюсь ее подкупить. Компенсировать. Компенсировать. Я ей постоянно что-то привожу. И начала понимать, что она этим стала пользоваться. Ксения, у вас бизнес-то уже достаточно давно, и уже хорошо себя чувствует много сотрудников. Почему нельзя делегировать какие-то полномочия и один-два дня проводить с дочерью? Никто не сделает лучше меня. Но это же иллюзия. Да, зачастую, да. И я это сейчас понимаю. Юлия, это защита? Однозначно, да. Как правило, у трудоголиков как раз есть проблемы с делегированием. Всегда. И вот этот перфекционизм, он будет пробиваться везде во всем. Желание контролировать любой процесс. Но так невозможно. Невозможно везде и всюду быть идеальной. А от чего мы можем защищаться, например, если мы нагружаем себя работой? Есть такое понятие в европейской мифологии «подменыш». Это значит, что какие-то чувства мы пытаемся завуалировать с помощью хорошо сделанной работы, допустим, эйфории от хорошо проделанной работы, от полученного результата. То есть таким образом мы лакируем какую-то внутреннюю недостаточность, перекрываем какие-то внутренние дефициты, которые есть у нас, пытаясь, ну, по сути дела, перелом лечить пластырем. Ксения, а когда-нибудь задавали честный вопрос себе? Что конкретно пытаемся залакировать, закрыть? Я сейчас плакать начну, если начну об этом говорить. Когда муж покинул нас, очень-очень неожиданно. И если бы не работа, я не знаю, что было бы со мной. Потому что еще не было 9 дней, я вела мероприятие. Я не помню, как я его вела. Я вела его на каких-то таблетках и так далее. Я потом посмотрела на видео и фото, поняла, что я очень хорошо выглядела. Не было заметно ничего. Но я поняла, что в тот момент я забыла о той проблеме, которая сидит внутри меня. И мне кажется, что я сейчас вот этой работой, оправдывая себя тем, что я зарабатываю для достатка, я закрываю ту пустоту, которая во мне сидит. Но, Юля, в самом начале Ксения говорила, что история с работой 24 на 7, она началась задолго до того, как произошли эти события. Я бы вот вернулась в тот момент, когда у Ксении родился ребенок, и она сразу вышла на работу. По сути дела, материнство – это тот же самый кризис. И Ксения выскочила из него с помощью работы, с помощью привычного состояния. И в момент ухода супруга Ксения повторила уже знакомый сценарий. В случае Ксении глагол «не думать» означает «не чувствовать». А можно сказать, что трудоголизм – это некая зависимость, которая одобряется обществом? В общем-то, у трудоголизма механика образования такая же точно, как у любой зависимости. Человек, получая удовольствие от работы или от результата, выделяются эндорфины, состояние эйфории. А на фоне кризиса, на фоне эмоциональных переживаний, состояние эйфории, естественно, воспринимается как то, в чем нужно находиться постоянно, то, куда нужно перемещать себя искусственно. Хорошо. Как не довести себя до ручки на любимой работе? Будем разбираться. Трудоголизм и трудолюбие. Почему нельзя поставить знак равенства? Сегодня в студии программа «Это нормально» Ксения Акентьева, которая почти не бывает дома, потому что живет на работе. Вместе с экспертами она разбирается, в чем причина такой зависимости и что с этим можно сделать. Психолог уже объяснила, что трудоголизм – это способ убежать от реальности и заполнить пустоту в своей жизни. Чего избегает Ксения, ныряя с головой в работу? Узнаем во время эксперимента. Юля, Ксения вначале сказала, что работает для того, чтобы закрыть ипотеку. Мне кажется, что после того, как кончится ипотека, найдется что-то новое. Однозначно. Ксения сама призналась в том, что она сомневается, что она сможет выполнить это обещание данной дочке и в этот раз опять ее обмануть, как ей кажется. Для трудоголика любая причина, по которой он не должен возвращаться в реальность, будет очень значимой. И он за нее обязательно ухватится. Я знаю, что вы приготовили для Ксении эксперимент, поэтому я приглашаю в нашу комнату для его проведения. Пойдемте. В нашей экспериментальной комнате Ксении предстоит выполнить задание психолога и создать праздник своей жизни. Будет ли там место дочки и отдыху? От чего отказывается Ксения в погоне за карьеры и деньгами? Посмотрим. Вы можете делать все, что угодно, использовать все предметы. Оформить фотозону. У нас здесь на нас расположено. И мы ее назовем праздник вашей жизни. Готовы? Нет. Тогда приступаем. Давайте оба куба в вашем распоряжении. Это мои фоточки. Ну, да. Ничего себе. Это же мои подружки. Ой. Ксения, а что означают свечи, которые вы поставили? Они для вас что-то символизируют? Да. Я считаю, что когда свечи, значит, это будет не сильно громко, а очень уютно, тихо. Для меня мой праздник – это не когда много музыки, когда много шума. Мне хочется тишины. Вот я бы, честно, вот так сделала. Села бы на мишку, может быть, его бы обняла, обняла бы дочь, зажгла бы свечи, и вот так я провела бы свой праздник. У нас тут, кстати, еще целый стеллаж вещей. Я увидела фату. Ну, честно, она мне не нужна. А может быть, кстати, если бы со мной проводил праздник моя дочь София, мы бы нацепили ее на нее, однозначно, это было бы так. Вот, поэтому как-то так. Вот еще есть фотографии? Вот так хочется сделать, честно говоря. Так вы можете сделать в сторону фотозона, пожалуйста, прям смело. Я вот все здесь делаю. Так приятно увидеть всех этих людей. Знаете, по рабочим моментам я этих людей не вижу. А давно вы не виделись? Ой. Да. Здесь на фотографиях есть мой лучший друг, с которым я не виделась уже месяцев 8. Хотя мы живем дом в дом. Так, ну, почему бы и нет, да? Это же мой праздник в жизни. Конечно. Не зря зарабатывали деньги, да? Абсолютно. Вот как это делают? Скажите, вот так. Мне кажется, Софа бы оценила этот момент. Вот так. Ну, мы тоже оценили. Феречно, феречно. Да, а я могу здесь что-нибудь написать? Я могу его перенести. Вы можете написать. А, можно написать. Классно. Так, что еще? А, кстати, спорт. Я сейчас видела гантели. Раньше, кто меня знает очень хорошо, знает, что я отдыхаю только в двух местах. Это караоке, потому что я очень люблю петь. И спорт. Честно, в последнее время спорту уделяю мало времени, потому что в связи с работой подшатнулось мое здоровье, к сожалению. И мне не все можно, а то, что хотелось бы мне. В караоке перестала ходить, потому что слишком громко. Мне порой кажется, что иногда у меня пойдет кровь из ушей, как поют люди. Вот. Поэтому, в принципе, почему бы и нет. Я очень люблю еще заниматься творчеством, и дочь тоже. Поэтому, если бы здесь сейчас стоял прям мольберт с красками, возможно, я бы начала вообще рисовать. Включила бы тихо. А, они есть. Ничего себе. Итак. Куда его поставим? Наверное, по кадру туда. В море? Да. Я не была в отпуске 6 лет. Три года ребенку обещаю поехать на море. Ксения так прям активно, Альяна, началась. Начала устраивать себе праздник. То есть она даже не подумала о том, что сказать нет, я не хочу. Любой дефицит, он же все равно, он бессознательно. Хочется, чтобы он был закрыт. Поэтому Ксения сейчас уже сама себя начала терапевтировать. Ксения, еще какие-то предметы нужны? Музыка. Я, кстати, с детства мечтала играть и на гитаре, но, к сожалению, тоже не научилась. Вот. Но музыка – это вообще релакс. Мы ее отправим сюда, в нашу фотозону? Да. Можно ее вот так поставить. Что еще мы сюда можем отправить? Ну, вот это хочется передвинуть к морю. К фламингу? Да, конечно. Так, что ты из предметов в шкафу еще? Возможно, я взяла бы книгу. Да, села бы к мишке. Да, я бы села к мишке. Мы очень любим Софы читать. Я только сейчас села на мысли, что вы мне сказали для себя праздник, а я постоянно говорю о ней. Я только сейчас я поймала на этой мысли. Вот. Ну, это пойдет вот сюда. Ну, а все предметы с этого столажа не обязательно использовать? Все, я бы, может быть, ничего бы и не оставила. Юля, если у вас нет вопросов сейчас, на данный момент, мы можем вернуться в студию. Итак, Юля, что мы можем сказать по итогам эксперимента? Ксения стала проектировать то, что у нее действительно сейчас находится в дефиците. Домашний уют, тепло, межличностное общение не связано с работой. Это дружеское именно, теплое общение, да. Фигура вот этого большого плюшевого медведя, да. Это такой вот архетип плюшевого мягкого отца такого, да, вот защищающего и дающего опору такую. И если Ксения только в конце заметила о том, что в свое личное пространство, в свой личный праздник она постоянно включает дочь, то я заметила это, конечно, сразу. Но, к сожалению, все, что я люблю, Ксения обозначила как недостающая в ее жизни. То есть подсознательная, да? Да, да. Все, что ее ресурсирует и наполняет, это в ее жизни сейчас, к сожалению, отсутствует. Давайте посмотрим еще одну историю человека, который полюбил работать и от этого теперь страдает. Здравствуйте. Меня зовут Вадим, мне 36 лет, живу в Люберцах и у меня такая проблема. Я живу в браке с женой уже 6 лет и я хочу детей. Она строит карьеру, мы с ней почти не видимся. В 7 утра она уходит, в 10 вечера приходит и жалуется, что очень устает, но работу все равно менять не хочет. Я ей говорю, уходи с работы, давай будем детей воспитывать. Но она не соглашается, боится, что когда-то останется одна и без денег, и без работы. Что можно сказать по этому случаю? Здесь нужно сразу обратить внимание на то, что женщина транслирует своему мужчине, я на тебя не надеюсь, я не вижу в тебе опору. Она ему четко заявляет, я боюсь остаться одна, без работы, без поддержки. Здесь нужно разбираться, почему у женщины нет вот этого безусловного доверия. Осознавая негативные последствия переработок, многие компании вводят новые правила для своих сотрудников. Кто-то предлагает бесплатное питание, занятия йогой, чтобы отвлечься от работы. Есть те, кто и вовсе ввел 4-дневную рабочую неделю, чтобы люди могли больше уделять времени личной жизни. Почему работа становится важней всего на свете? Сегодня в студии проекта «Это нормально» Ксения Акентьева, которая жертвует свободным временем и семейным благополучием ради карьеры. Во время эксперимента с психологом Ксения впервые организовала праздник для себя, и при этом поняла, что чрезмерный трудоголизм отнимает у нее большую часть ресурсов. Теперь дело за специалистом по телесно-ориентированной терапии. Ксения, вы так много работаете, неужели ваш организм уже не то, что не сигнализирует, а не кричит вам о том, что нужно отдохнуть и остановиться? Кричит. Как это проявляется? Он кричит, не смолкая вообще, не умолкает ни на секунду. Но когда я вхожу в рабочий кураж, я забываю о всех болезнях. Головная боль, усталость. Я сдала чекап. У меня в дефиците, ну, предположим, железо, которое нужно человеку. Если у него норма, ну, я не буду сейчас там медицинскими, допустим, 100, то у меня она 13. И я пришла, и мне врач говорит, а вы вообще как ходите? Вас кто-то привел? Я говорю, нет. Ну вот, Ксения, да, прислушиваться к организму нужно, да. Как сохранить энергию, чтобы ее хватало не только на работу, узнаем у телесно-ориентированного специалиста. Мария Акшенцева. Специалист по телесно-ориентированной терапии. Знает, где в теле скрываются надо, могу и хочу. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вы видели, что происходило у нас здесь в студии. Что вы можете сказать, глядя на Ксению? Пока я смотрела, наблюдала за вами, слилась с вами, у меня тоже раскалывалась голова, то есть очень сильная головная боль. И головные боли зачастую это про то, что контакта с телом нет, контакта с чувствами и с желаниями нет. Вся энергия, очень много возбуждения, вся энергия в голове, и, соответственно, ей просто деваться некуда. Головные боли очень часто возникают от этого, плюс здесь тема контроля. Я тогда предлагаю начать поиски этого самого контакта. Зачастую контакт с телом – это про заземление. Я попрошу, наверное, коврик, и мы попробуем поконтактировать с телом, посмотреть, во что это выглядит. Ваше желание будет исполнено. Сейчас Ксении предстоит выполнить задание специалиста по телесно-ориентированной терапии. Сможет ли она заземлиться и найти контакт со своими истинными чувствами и желаниями? Посмотрим. Ксения, сейчас предложу вам просто несколько минут полежать, подышать, вдох через нос, выдох через рот, пробежаться вниманием по вашему телу и посмотреть, что сейчас с телом происходит в двух аспектах. Чувствуете ли где-то напряжение, возможно, дискомфорт, или же есть ли какие-то участки в теле, которые не ощущаются, с которыми нет контакта? Правое плечо. А что с ним? Как будто бы оно задрано вверх. То есть я пытаюсь расслабиться, а оно у меня не расслабляется. Дышите. Дисбаланс чего-то. Чего сейчас хочется, когда вы вот здесь лежите на коврике? Чтобы музыка включилась. Для чего? А чтобы не слышать ничего вокруг, кроме музыки. Дышите. Несколько слов просто скажу по, ну, что вижу, да, по телу. Зачастую положение рук вместе с плечами обычно открытое, да, то у Ксении закрытое положение. Это не хорошо, не плохо, да, это я говорю про диагностику. Что вообще у меня возникает такое ощущение, что хочется держаться, как будто бы вот. Что сейчас с вами происходит? Какое-то волнение появилось. А после чего? После ваших слов. Что хочется держаться? Ну, да, наверное. Мне очень хочется сменить положение. Я вас предупрежу, да, что я сейчас хочу подойти как раз со стороны головы, со стороны плеч, чтобы не было дискомфорта. Меняется что-то сейчас в ощущениях? Ноги хочется расслабить. Откуда? Ну, от колен. Вверх более-менее расслабился, а все ушло в ноги почему-то. То, что дальше от вас. Колени – зона страха. Что случится, если вы сейчас позволите себе расслабить ноги? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Хочется ли сейчас чего-то от меня? Что вы за руку взяли? А как это связано с ногами? Опора какая-то, за что я могу ухватиться. Как будто хочется поддержки. Можно расслабиться, это не страшно. Я рядом. Я могу попробовать взять вас за руку. Что сейчас с вами? Пытаюсь равновесиями эти в теле. Для чего? Чтобы полностью расслабиться. Где больше всего ощущается напряжение? Такое условно, как будто поддержит вас и не дает расслабиться. Не знаю. Ну, ноги, наверное, ноги. Вот в области колен. Почему-то хочется повернуться на какой-то бок. Если сейчас чувствуете потребность, давайте вы повернетесь на бок. И посмотрим, что из этого дальше может получиться. Просто слушайте, что с вами происходит. Меняется что-то. Дыхание. Как оно меняется? Глубоко дышать стало. Как будто шея освободилась от чего-то. Вам действительно очень не хватает ресурсов, поддержки. И вот эта поза, в которой вы сейчас находитесь, по-разному называется. Поза эмбриона. Когда ребенок в утробе находится. Когда у него есть все ресурсы. Еда, тепло, опора. Как будто вот сейчас вам очень не хватает вот этого телесного, в том числе, контакта. Чтобы вас кто-то обнял. И быть в этом столько, ну, сколько требуется телу и психике. Как будто тело и психика очень устали. Как вы сейчас? Хорошо. Я медленно сейчас от вас выйду из контакта с вами. Не торопитесь, пожалуйста, разворачиваться. Очень бережно, аккуратно к себе. Попробуйте вернуться в прежнее положение. И просто ощутить разницу, поменялось ли что-то. Я душу по-другому. Можно обратить внимание, что ножки чуть-чуть расслабились. Немножко развернулись стопы. Вот. Это может говорить как раз о сильном напряжении в области таза. И ручки на самом деле по рукам тоже заметно. Что они были более плотно прижаты. Как будто сейчас чуть-чуть отодвинулись. Это говорит о том, что действительно очень не хватает поддержки. Очень не хватает такого контакта телесного. В том числе вот этого ресурса материнского. Ну, здесь материнский ресурс не подразумевается, что это непосредственно ресурс от мамы. Ну, вот такой вот заботы, контакты, нежности. Мария, я тогда предлагаю вернуться в исходное положение и подвести итоги. Ну, и так, Мария, давайте подведем итоги того, что произошло. Расслабление, контакт с телом, они дают заземление. То есть заземление, когда, а чего я сейчас хочу? Вот прямо здесь и сейчас есть, жить, ну, то есть что-то чувствовать. А сейчас предлагаю разобрать еще одну ситуацию человека, который не умеет расставлять приоритеты. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я из Ачинска. Мне 33 года. Я трудоголик. Я руководитель большого отдела. Я прихожу рано и ухожу последнее. Если честно, мне некуда спешить. Дома меня никто не ждет. У меня нет близких людей. Это можно назвать свободой. Но работа занимает всю мою жизнь. Пару раз я пыталась наладить личную жизнь, и меня приглашали в кафе. Но это вечно было в неудобное мне время. И мысли были заняты работой. Работа не дает мне возможности построить личную жизнь. Юлия, скажите, как все-таки расставить приоритеты, чтобы не проморгать свою личную жизнь, свое счастье? Сразу вспоминается и фильм «Служебный роман». Там героиня говорила о том, что я утром просыпаюсь, и я иду варить кофе не потому, что я этого хочу, а потому что так надо. Вот здесь Мария говорила о том, что нужно быть в контакте с собой, со своими чувствами, со своими желаниями в первую очередь. И когда мы четко понимаем, чего мы действительно хотим, тогда приоритеты расставляются сами собой очень легко и естественно. И в наше пространство приходят те люди, которые нужны нам для реализации вот именно этих наших внутренних глубинных потребностей и желаний. То есть нужно самому себе ответить на вопрос, что-то, чего ты действительно хочешь, насколько сильно ты этого хочешь, и тогда уже... Признаться и разрешить. Отдыхать нельзя работать. Кажется, в этой фразе не так много вариантов для запятой, но некоторым людям ее поставить очень сложно. Почему люди живут на работе? Сегодня в студии проекта «Это нормально» Сеня Акентьева. Она почти не видится с дочкой, потому что всю себя отдает бизнесу. Во время эксперимента с психологом выяснилось, что работа на самом деле не самая важная в жизни трудоголика, а специалист по телесно-ориентированной терапии выявила главную проблему. Ксения сама не может расслабиться, чтобы понять свои истинные желания. Теперь дело за коучем. Ксения, для кого это не секрет, что дети берут пример со своих родителей. Хотели бы вы вообще задумывались о том, чтобы ваша дочь тоже стала трудоголиком? Не очень. Я бы не хотела. Я вообще за то, чтобы семья состояла из мужчины, который дает возможности жить так, как ты хочешь, а ты просто этого мужчину любишь. И я воспитана в такой семье. У меня мама очень мало работала, она занималась семьей и воспитанием, и для меня это пример. Но почему-то за последнее время сам папа даже стал говорить, мы воспитывали вас не так, а что я, что сестра, обе очень много работаем, несмотря на то, что в семьях как бы есть возможность делать этого меньше. Вот это очень важный вопрос. Сколько же работы нужно для счастья? Давайте узнаем у коуча. Сергей Карасев, коуч. Уверен, что любой трудоголик будет в итоге счастлив жить по принципу «Работа не волк, в лес не убежит». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы много раз слышали, что Ксения говорит о действиях, но мало говорит о чувствах. Так часто бывает у трудоголиков? Ну, смотря в чем причина, по мне, ну, как бы обычно такая распространенная проблема, она лежит на поверхности. То есть это где-то раннего детства, или, может быть, внутриутробного, надо разбираться. То есть там был какой-то конфликт с мамой, она его зафиксировала так, как зафиксировала. И теперь она раньше доказывала, скорее всего, ну, скорее всего, да, это предположение, мы же не разбирали, да, доказывала маме, теперь всем окружающим, какая она молодец, какая она хорошая. Ну, и с другой стороны, ставит окружающих в некую такую тотальную зависимость от себя. Это объять необъятное. По сути, это вопрос нерешаемый, пока эта проблема не будет устранена. Вы сегодня наблюдали в закулисе за Ксенией. Какие-то вопросы сейчас уже есть? По мне все просто, все прозрачно. В таком случае я приглашаю пройти в нашу комнату для того, чтобы провести новый эксперимент. Сейчас Ксении предстоит выполнить задание коуча и увидеть, как тело откликается на самые важные вопросы. Кроме того, она составит свое колесо баланса. Попробуйте вместе с героиней студии оцените, насколько грамотно вы распределяете свои силы и время. Так, Сергей, расскажите нам, что Ксении сейчас нужно будет сделать. Прежде чем рассказывать, как оно желательно или должно быть, давайте посмотрим то, что у нас есть. Ксения, если я попрошу вот сюда встать, так, поставьте ножки вместе. И посмотрим, насколько вы сбалансированы, насколько сбалансировано ваше тело. Я вас тихонечко буду толкать, а вы старайтесь стоять ровненько. Хорошо? Давайте попробуем. Смотрите, да? Ну, вы же согласны, что я слегка-слегка двигаю? Я не знаю, как вы можете. Я просто не знаю. Нет, нет. Как я могу это отрывать? Да, теперь смотрите. Здесь. Здесь вы вообще не... Вы сопротивляетесь? Сопротивляетесь? Да? Хорошо. Сопротивляетесь. О! О! Здесь, здесь, здесь мы стоим немножко, да? Здесь. Здесь тоже не очень. Здесь тоже не очень. Здесь стоим, стоим, стоим. И здесь стоим, да? То есть, что мы видим, да? То есть, все, что ниже таза, то есть, у нас достаточно устойчиво. Вот. Это она здесь и сейчас. А теперь вспомните свою любимую работу. Вы прямо на работе. Выступаете на работе. Вспоминаем, удерживаем во внимании. Смотрите, она стоит. Но здесь не очень. Здесь. Она уже стоит. Работу удерживаем во внимании. И здесь стоит. И здесь стоит. То есть, здесь вообще хорошо стоит. И здесь стоит. И здесь стоит. Ага. Все, можно это отпустить из внимания. Когда она на работе, она сразу раз собирается. Она вся собралась. Да, и все хорошо. То есть, работа у нее, по сути, как компенсация. А теперь вспомните про свою дочку. Вот когда вы ее встречаете. Так. И мы уже падаем. Мы уже везде падаем. О, даже здесь падаем. Оп! Потому что как не падает там? Не знаю, что ты ее увидел. Поэтому надо скорее на работу, да? Вот. Ну, все, спасибо. То есть, я вам, лично вам продемонстрировал, да? Как чувствует ваше тело в той или иной ситуации. Я бы вам сильно порекомендовал собой заняться, да? Пока беды не случилось. То есть, если у нас, у нашей героини на первом месте работа, то на противоположном конце у нас будет, ну, хобби, отдых, да? У вас есть? Петь. Петь. Без здоровья работы не может быть, да? Увы, нет. То есть, здесь у нас что должно быть? Отдых. Некий отдых. Отдых. Ну, и еще составляющая. То есть, здесь у нас семья есть. А здесь, ну, общение с единомышленниками, друзьями, да? Хорошо. А работа? Ну, давайте по десятибальной шкале. Сколько? Ну, десять. Десять. Чего уж кого обманывать. Да, десять. Семья? Ну, где-то, наверное, на шесть-семь. 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 Отдых. Ой, нет. Ноль. К сожалению. Петь. А это может быть совместимое? То есть, бывает, работа в хобби уходит. Такое возможно? А если, когда вы начинаете петь, вы испытываете удовольствие? Конечно. То да. Все какое. Да. Тогда сколько? Ну, наверное, не знаю, девять. Девять. Друзья. Четыре. Здоровья. Минус один. Минус один. Скорее да, чем нет. Ну, давайте, минус один не может быть. Нет, давайте один. Минус это уже низко, да? Один. Там один. Ну да. Вот такое колесо ваше? Ну, как бы, вот никакого вопроса, почему оно не катится. Я предлагаю тогда вернуться в студию и подвести итоги этого эксперимента. Итак, Сергей, о чем нам говорит тело Ксении? Ну, тело Ксении, можно сказать, кричит уже о том, что обрати внимание на меня. По-хорошему нужно убрать эту первопричину, то есть и восстановить или сбалансировать себя по-новому, чтобы тело стояло крепко, устойчиво, то есть найти точки равновесия и с ребенком, и с собой, и с окружением. И тогда, естественным образом оно само собой получится. Вы начнете делегировать полномочия, и из, как скажем, самозанятости или из ремесла, ну, вы вполне сможете создать бизнес. Мы проанализировали причины трудоголизма. Теперь пора вооружиться инструментами борьбы с этой вредной привычкой. Сегодня в проекте «Это нормально» вместе с экспертами мы выясняем причины трудоголизма. В студии Ксения Акентьева, которая живет на работе и практически не видит свою дочь. Во время эксперимента с психологом Ксения обнаружила, что работа – это на самом деле не то, что ей нужно для счастья. Специалист по телесно-ориентированной терапии объяснила, что необходимо найти контакт с чувствами и истинными желаниями. А коуч рассказал, как нужно расставлять приоритеты. Осталось подвести итоги. Не будем откладывать. Любить свою работу – это нормально. Трудолюбие считается положительным качеством человека. Но если работа целиком поглощает ваше свободное время, не оставляя свободной минутки на отдых или личную жизнь, пора задуматься и честно ответить себе на вопрос – а зачем я так веду себя? Ксения, сейчас что-то изменилось? Я почувствовала зажим свой жесткий. Это очевидно. Это не принятие всего того, что вокруг меня. Пока, на данный момент. Возможно, это моя защитная реакция. Мы сегодня часто говорили про то, что трудоголики бегут от чего-то. Появилось понимание, от чего вы всю жизнь бежали? Я ни от чего не бегу, к сожалению. То есть я всю жизнь, с детства, начиная со школы, как начала работать, я к чему-то иду. Но пока, на данный момент, нету, видимо, той черты, через которую я перешагнул и хватит. Когда человек целенаправленно идёт к чему-то, и он идёт, это его волевой внутренний посыл, он этого хочет, обычно он достаточно гармоничен, всё хорошо. Точно так же есть обязательные контакты и с друзьями, есть и отдых, и всё. То есть человек на всё находит время, потому что он сам планирует. А когда человек от чего-то бежит в зависимый, это, по сути, зависимость, здесь он принимает только компенсационные решения. То есть ему нужно что-то решить для того, чего он сам не знает. То, что нам сейчас как раз Ксения и иллюстрирует. Я завтра решу, добегу до вот этого рубежа, и там всё сразу будет понятно. Спасибо, Сергей. Мы сегодня услышали несколько историй от наших зрителей, рассматривали вопрос трудоголизма с разных сторон. Теперь давайте подведём итоги. Причины, по которым люди себя загружают, работы всегда находятся. Главный вопрос – зачем они так делают? Юлия, скажите, какие бывают выгоды у человека, который всегда при деле? У разных людей они разные. Как правило, их объединяет одно – они неосознаваемые. Мария, трудоголизм – это в любом случае какое-то напряжение в теле. Почему мы его не ощущаем на ранних стадиях? Ну, зачастую это, в принципе, про то, что плохой контакт, плохая чувствительность. А на какие симптомы можно обратить внимание? Что тело, как оно подсказывает нам? Прежде всего, это дыхание. То есть дыхание становится поверхностное, замирание либо на вдохе, либо на выдохе, в зависимости от ситуации. И это такое прямо, иногда это практически вообще человек не дышит. Сергей? Ксения говорила сегодня много о том, что она понимает. В данном случае, что это больше? Про действительно про понимание или всё-таки есть доля самообмана? Ну, она не может, она не хочет. То есть это же её решение – жить именно вот так, вот таким образом. Ну что ж, уважаемые эксперты, настало время практических рекомендаций для наших зрителей. Я, пожалуй, предложу сегодня практику, которая связана совершенно прямую. Называется это практика «День рождения внутреннего ребёнка». К сожалению, у нас очень часто в детстве нам отмечали дни рождения не так, как нам хотелось бы, а так, как родители это видели и считали это правильно. Поэтому для того, чтобы понимать собственные «хочу» начать их понимать, да, внутренние потребности, я рекомендую прямо погружаться внутрь себя и в состоянии такой медитативности проигрывать день рождения для себя маленькой. Дайте себе возможность прожить опыт счастливого дня рождения. Это прокачивает очень хорошо вот эту нашу связь с нашими бессознательными желаниями. Вы лучше будете понимать себя, значит, качественнее будете выстраивать как раз вот те самые приоритеты. Продолжить хочется, да, зачастую, задавая себе вопрос, а чего я хочу или как я хочу, там ответа нет. Опять же, почему? Потому что нет контакта с реальностью. Поэтому я предложу практику на заземление. Для этой практики мне нужен коврик. Удобно располагаемся бёдра на расстоянии, чтобы живот смог пройти между бёдер. Опускаемся на лоб, и здесь мы можем развернуть голову в одну или во вторую сторону, и опускаем ручки. Соответственно, ягодицы стремятся к пяткам, и в этой позе мы глубоко дышим, вдох через нос, выдох через рот. А сколько времени нужно провести? От пяти минут, и, в принципе, можно и спать в такой позе, то есть она расслабляет. Но эта практика также диагностична, то есть то напряжение, которое есть в теле, например, в голеностопе, в коленях, в тазобедренных суставах, да, в шее в том числе, оно может здесь проявиться, и, ну, то есть в зависимости от того, что появляется, тоже может говорить о тех процессах, которые сейчас актуальны в жизни. О тех переживаниях, о тех страхах, а, опять же, о каких-то вытесненных процессах, да, от которых мы бежим. Спасибо большое. Сергей, что посоветуете вы? Ну, чтобы что-то в жизни изменить, да, а мы максимально эффективны, когда расслаблены, по-хорошему надо научиться расслабляться. Ну, по мне, самый такой быстрый способ – это лечь, делайте глубокий выдох, и на задержке дыхания ставите себе задачу полностью расслабиться, почувствовать себя очень хорошо, отпустить любые мысли, какие бы они, вот, не двигались, вот, и по-хорошему еще удерживать на себе улыбку, потому что когда мы чувствуем себя хорошо, мы улыбаемся, да. Уважаемые эксперты, я благодарю вас за ваши рекомендации. Ксения, спасибо, что пришли в нашу студию. И помните, дорогие друзья, идите к своим целям, но не забывайте о главном – о счастье и радости. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok